Привет! В прошлых видео я вам показывал самый технологичный гибрид. Это Honda Accord CR7, но он самый технологичный гибрид в сегменте седанов. А самый популярный сегмент, который везут из Японии, это маленькие хэтчбеки, недорогие, гибридные. И неужели пьедестал всегда будет занимать Aqua и Fit? Я нашел машину, которая должна их подвинуть в 2020 году. Встречайте, Nissan Note гибрид e-Power. Ух! Давай, 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 давай! Итак, что же за технология e-Power от Nissan? Это последовательный гибрид. Не параллельный, как в обычных гибридных системах у Toyota и у Honda, а именно последовательный. То есть бензиновый мотор, в данном случае это HR12, тот же самый на 79 лошадей, который стоит и в обычных нотах, без компрессора. Он является генератором, он передает энергию в батарейку. Из батарейки энергия идет в электромотор, и из электромотора привода идут в передние колеса. С ноября 2016 года с конвейера начали сходить эти переднеприводные варианты Nissan Note e-Power. А вот с 07-го 2018 года появилась полноприводная модель. Но не через кардан, а сзади стоит электромоторчик, как мы уже, в принципе, встречали и на других автомобилях от Nissan. Ну, то же самое сейчас делает Toyota на Alphard, на Harrier, на Lexus RX 450h. В общем, проверенная технология по песку гребет, по снегу поедет. В общем, Nissan Note Hybrid e-Power уже есть. Как и переднеприводной, за моей спиной стоит, и полноприводный. То есть, другими словами, что вы будете говорить мужикам в гараже, когда вы купите Nissan Note e-Power? Здесь просто бензиновый мотор в роли генератора, который питает всю систему. От бензинового мотора привода не идут в колеса, они идут только от электромотора. В общем, это генератор. Это Nissan Leaf с генератором на крыше, как все мечтали приделать генератор. И все хвалили, вот бы на Nissan Leaf поставить генератор. Случилось, Nissan Note. E-Power. Смотрите, друзья. HR-12 мотор трехцилиндровый. Объемом 1,2 на 79 лошадей. В обычных нотах, без гибрида, он еще может обладать компрессором. И там у нас прибавляется 20 лошадей. Тоже интересные машины, интересная динамика, но все-таки, когда здесь стоит еще и в паре этот мотор с электрическим мотором, это куда интереснее, чем классические компрессоры, турбины. Это все в прошлом. Здесь момента 254 ньютона метров. Вообще динамика, но об этом позже. И мы сделаем заезд с Honda Accord CR7. Это главный босс сейчас в гибридной мафии из Японии на правом руле. И этот малыш попробует с ним побороться. Все просили этого в комментариях? Получите. В общем, смотрите, еще раз, техническая составляющая этой машины. Трехцилиндровый HR12 на 79 лошадей. У нас здесь электромотор, у которого единственное, там нечему ломаться, единственное, вам нужно менять охлаждающую жидкость. Такая же льется, как и в обычный радиатор. И здесь одноступенчатый редуктор, тот же самый, который стоит на Nissan Leaf. Здесь нет вариатора, которого все боятся, ниссановского. Не спорю, есть какие-то вопросы к вариаторам от Nissan. Но здесь вы можете не бояться больше. И те, кто вас будут пугать трансмиссиями ниссановским, вы можете смело сказать, здесь стоит редуктор, который не ломается. Проверено на Leaf. Они вообще не отваливаются. Более подробно про электросоставляющие Nissan Note E-Power. Крутящий момент электромотора 254 ньютон-метра. Поражает. Мощность гибридной установки 80 киловатт. Это как у Prius 30-го. Но только он весит полторы тонны, а эта малышка весит всего лишь тонну 170. Это просто ракета со своей массой и с такой силой тяги. И мощность батареи равна полутора киловатт часам. Честно говоря, я уже не особо разбираюсь вообще мощности гибридной установки батареи. Электро вот этот крутящий момент, я вам скажу, просто он едет на все деньги. Внешность Nissan Note E-Power. Так как E-Power пошли с ноября 2016 года, а вообще у всех Note это случился рестайлинг кузова E-12 и HE-12, то у нас новая внешность, новые фары, новые чуть-чуть кузовные элементы. У нас обычный Note, комплектация X, у нас обычный бампер. У нас есть голубая, свойственная всем E-Power, вот такая вот, я даже не знаю, это пленка, наклеенная на решетке. Бампер у нас обычный. Сбоку ничего особенного, хромовые ручки. Но, что выделяет еще эту машину и почему эту машину нельзя назвать только женской, а за ней может кататься вот такой парень, как я. Это вот такой вот спойлер, почти как на Lamborghini Huracan. Вы посмотрите, аэродинамика там все прижимает вас, когда вы едете со скоростью ветра. Стопы вообще, это отдельный кайф. Они стали у него, вот здесь вот такие вот агрессивные, вот Subaru там сделали что-то подобное, BMW X5. То есть вас еще могут там сзади сдалека даже спутать, что там за такая стильная машина едет. Вот у нас здесь в принципе все обычно, но у нас есть вот такая вот надпись, которая делает вас уважаемым человеком среди нотоводов. Потому что вот эта штука показывает всем, что вы заплатили кучу денег вообще за этого нота. И если он нажмет водитель вот этой машины на газ, то все, вы его больше не увидите впереди себя. Он в закат. Так, давайте посмотрим, чем нас Nissan Note будет удивлять в салоне. Печка стандартная, воздуховоды все стандартные, пластик, бардачки все стандартные. Что у нас отличается? Это, самое главное, наверное, шутка. Это коврики, опять же, с голубыми краями. То есть это показывает нам то, что эта машина e-power. Потом вы сразу же e-power определите, это то, что у него селектор как на лифе. То есть, ну тут все, там, D-шка, R-ка, парковка. Нейтраль просто на середину задержите, все, у вас включилась нейтраль. Здесь вот есть кнопка drive mode. У вас доступны режимы эко. Режимы рекуперации просто сумасшедшие. У вас машина даже остановится с горки. Потом у нас руль формы, как у GTR, очень удобный. Даже без кожи, но это все равно очень удобно. У нас идет кнопочки, которые включить-выключить. Это слежение за полосой, слежение за препятствиями спереди, чтобы вы не врезались ни в кого. И очень красиво отрисованная приборная панель. Вообще тоже с голубыми линиями. В принципе, все. В остальном же это бюджетный хэтчбэк от Nissan. Ребят, есть одна проблема в езде на ноте e-power. Я нашел ее. Она в камерах по городу. Потому что ты просто вот, вот просто едешь, а у тебя уже сотня. Вот серьезно, ну прям, ты не замечаешь, как набирается скорость. Все, ты едешь, у тебя 60, 80, сотня. Если у вас город в камерах, то вы постоянно будете, ааа, камера надо сбавлять. Вот, потому что эта машина даже в эконом-режиме, она валит. Вот, это единственный момент. Редуктор, от него же тоже, да, момент моментом там крутящий, но еще и трансмиссия играет роль. И редуктор здесь просто тоже отрабатывает никаких вообще переключений, там, ты вообще не чувствуешь ничего. Ты просто давишь газ, и у тебя едет машина. В городе прыжки просто, это даже круче, чем на аккорде. Потому что аккорд, вы видели, да, мотор сначала раскручивать, и только потом поехал. Здесь же у тебя просто с низов, у тебя динамика электрокара, у тебя динамика лифа. Все, надо прыгнуть в дырочку. Прыгнул и поехал. Так как здесь очень мощная гибридная установка, то эта машина может ездить просто на электротяге. И очень долго. И не какие-то там считанные секунды, минуты, как, допустим, это делает там Аква и Фит. А эта машина прям может с достаточно заряженной батареей, ну, передвигаться на умеренной скорости. Ну, там можно проехать несколько километров. Вот, и только потом подключится бензиновый мотор. Смотрите, три режима эко. У вас такая рекуперация, что когда ты едешь с горки, машина тормозит, она останавливается. Режим спорт. У вас, ну, он очень приемистый мотор, меняется там подача топлива. Вот, и обычный режим, в котором очень комфортно ездить, и рекуперация там не такая большая. Вот, и он для меня наиболее комфортный, потому что он похож на обычный тойотовский. Вот, такая вот интересная вещь, как сильная рекуперация, вот они сделали для максимального набития батареи энергией. Ох, давай, 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 давай! Ну, вровень сначала идут, потом Аква уходит. Сто. Сто двадцать. Ну, что, с ходов попробуем. Вот на низах, вот уходит. Но потом, когда раскручивается LFA на четыре, на четырех ста, в крутящем моменте. Не, ну я тут уже в повороте притормаживал, потому что у Сани помеха. Заезд с Аккордом CR7. Многие просили во многих обзорах других машин заехать с E-Power. То есть у нас CR7 это был босс, вообще самый главный, потому что он объехал гибридного крауна. Вот, и это был босс, и вот этот маленький табурет вначале даже чуть-чуть вырывается, но потом, когда раскручивается LFA, мотор двухлитровый у CR7, ну, все, как бы, нот проигрывает. Вот, но очень достойно едет, очень достойно на уровне крауна. Вот, в общем, для такого маленького объема, для такого маленького хэтчбека, вообще, результаты просто супер. Вот, поэтому все вот эти Аквы, Фиты, Свифты, Мазда Демио, даже Турбо, Дизель, полторашка, вообще, они просто будут где-то сзади, вы просто будете наблюдать их в зеркало заднего вида. В общем, динамика это самая главная фишка этой машины. Алексей, скажи, что с нашим нотом? Да, все в порядке с вашим нотом. На самом деле, если автомобили аукционные, там, с адекватным пробегом, ни одного случая не было каких-то там проблем с ними. Там, ремонты были, как правило, на битье, на топленных машинах. Я понял. Машина для российского рынка, она все равно очень еще не исследована, их маловато. Что можешь сказать? Приезжают ли к вам в сервис? Есть ли какие-то проблемы, сталкивались ли с проблемами на e-power? Ну, смотрите, допустим, всех интересуют обычно так называемые болезни, да, поголовно, которые машины приезжают, с которыми на ноте ничего такого нет. Машины приезжают уже, как бы их становится больше. Там, в основном, масло, там, на установку сигнализации бывают. Как именно с технической точки зрения автомобиль? Достаточно надежный, в принципе, модернизированный лиф, можно сказать. На лифах, как всем известно. Ну, если мы не берем в расчет батарейку, которая, естественно, имеет свой, естественно, износ, там, и со временем выходит из строя, там, такие вещи, как редуктор, там, ну, в ноте, допустим, еще двигатель добавился, да, бензиновый, который, ну, как все, наверное, знают, используется чисто для зарядки батареи. Редуктор зарекомендовал себя как надежный агрегат. Меняем вовремя масло, ездим. Но, автомобиль очень резвый, ну, этим он, как бы, рынок взял свой. Я думаю, наверное, ни для кого не секрет, что они там даже лидерами продаж в отрасли были, ну, в определенные моменты. В общем, следим за бензиновым мотором, меняем жидкость в редукторе, охлаждение. Ну, охлаждайку и, соответственно, тоже проверяем по необходимости, меняем. Ну, все по регламенту, в принципе, как обычный автомобиль обслуживаем. У батареи есть там отсек, как он, ну, она дышать должна, там, охлаждение? Ну, конечно, как у любой батарейки, там, есть зоны, где... То есть тоже проверяем это? Ну, не захламляем ковриками, не закрываем чехлы, не свешиваем сидушек, там, и так далее. Потому что он под передними сиденьями стоит, в отличие от лифа, да, где батарейка на улице. Батарейка литий, в принципе, на сегодняшний день адекватно работает. Не возникает проблем. Понял, классно, спасибо. Ребят, если вы хотите все-таки выделяться из всех нотов на дороге, Если вам еще, допустим, недостаточно агрессии вот в этом дизайне, в комплектации X, либо S, то я вам предлагаю, есть комплектации поагрессивнее, как они выглядят. Это Медалист комплектация и вторая Нисма. У Нисма переработана ходовка, там другие колеса, там немножечко другая внешность, Там обвес с красными линиями и бампера, и боковые пороги. В общем, внешность бомба. Но это все стоит дорого. Оценок чуть-чуть попозже. В Медалисте у вас будет другой бампер, и, возможно, еще будут пороги и задний бампер. Это в зависимости от того, что японец заказал себе в салоне у Ниссана. В общем, внешность будет выделяться. И, конечно же, с более агрессивным бампером эта машина смотрится по-другому. Друзья, а может ли Ниссан Нод Е-Пауэр конкурировать по цене с ребятами, которые засели на пьедестале очень плотно? Это Аква и Хонда Фит ГП5, также гибридные. Пока не очень, потому что самый старт на Нод Е-Пауэр это 720 тысяч рублей. 700-720, потому что они только-только стали проходными. С ноября 2019 года эти машины станут проходными. И их, соответственно, повезут в Россию в чуть-чуть большем объеме. Но россияне будут ставить на них больше чуть-чуть иен на торгах, чтобы купить те варианты, у которых месяц выпуска ноябрь, декабрь. В общем, там таможенная кухня. Не буду вам особо углубляться в эти подробности. В общем, цена в 2019 году будет такая же, где-то 700-720 тысяч. А вот в 2020 году цена, возможно, будет падать 680. Ну и максимум, я думаю, дойдет до 650. Это самый старт будет за Е-Пауэр. Поэтому, если вам хочется на этой машине кататься в ближайшее время, готовьте 700 тысяч рублей, и вы будете это делать. Так, смотрите. Комплектация «Медалист» будет стоить, ну, где-то от 780 тысяч рублей. Они все-таки интереснее внешне, и за ними народ гоняется. Нисмо в районе миллиона. Это, я вам говорю, цены за хорошие варианты. Не какие-то там 3 звезды, какие-то ушатанные, пробег больше сотен. Нет, я вам говорю, вот за такие варианты, которые я бы купил бы себе. Полноприводной вариант, у которого идет сзади электромотор, и он крутит задние колеса. Они начались с 2018 года, то есть у вас автомобиль будет 2018 года в ПТСе. Цена от 900 тысяч рублей. В принципе, доступно. Друзья, в общем, цены, в принципе, нормальные. Можно брать, но все равно цена отпугивает покупателей. И люди все-таки выбирают между Аквой, между Фитом. Но все-таки есть ценители технологий, и они покупают вот эти машины даже по таким ценам. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.